В принципе, и раньше город ужесточал условия конкурса и заключаемых с уборочными фирмами договоров. И раньше управы частей города прибегали к крайней мере – штрафовали нерадивых подрядчиков за сбои в уборке улиц. Только за минувший декабрь партнеры Таллина по уборке не всегда выполняли свои обязанности в срок. Как результат – полученные штрафы на общую сумму в 100 тысяч евро за месяц. Но сегодня было решено заложить основу для качественного прорыва. По признанию вице-мэра по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды Владимира Света, главная проблема, связанная с уборкой снега, заключается в том, что за часть улиц отвечает не сам город, а квартирные товарищества или иные владельцы недвижимости. Проконтролировать, заказывают ли эту услугу тысячи собственников, прилегающих к их домам территорий, на каких условиях, очень сложно. Вот и получается, что качество уборки порой отличается разительно. Часть тротуаров обслуживаются не городом, а владельцами соседней недвижимости. Это главная проблема, потому что из-за этого у нас бывает такая ситуация, когда идешь по тротуару, в нем 20 метров хорошо убраны, 20 убраны как-то, 20 не убраны вообще. Такое лоскутное одеяло, которое в итоге осложняет жизнь пешеходов очень сильно. Это первый вопрос. Второй вопрос – это то, насколько быстро у нас успевают наши подрядчики чистить именно пешеходные дорожки, которые в обслуживании города. Проблемы, связанные с уборкой снега, можно решить, пересмотрев принципы существующей системы. У города должно быть право централизованно заказывать уборку пешеходных дорожек, которые сейчас обслуживают владельцы недвижимости или квартирные товарищества. Если бы за уборку соседних дорожек или даже целых кварталов отвечал бы один и тот же подрядчик, это позволило бы решить проблему неравномерно убранных и скользких дорожек у жилых домов. Также это исключает проблему, когда десяток разных фирм убирают одну и ту же улицу, но просто в разное время, с разной интенсивностью и разным уровнем контроля. Действительно, в следующем году основные дороги у нас будут уже обслуживать другие фирмы, поскольку их договоры заканчиваются у нас, в принципе, этим годом. И в новых договорах мы будем, конечно, усиливать требования к тому, как у нас проводится уборка пешеходных дорожек, остановок, переходов пешеходных, к тому, как осуществляется надзор. И мы постараемся сделать так, чтобы у нас гораздо больше снега сразу вывозилось с улиц. Это позволит избежать ситуации, когда убранный с дороги снег тут же попадает на пешеходную дорогу, где какое-то время ожидает вывоза, мешая столичным пешеходам. Параллельно Таллин расширит деятельность городского предприятия по уборке снега. Столица хочет иметь возможность напрямую влиять на ситуацию, особенно когда частные партнеры не справляются со своей задачей. Климат меняется, это уже очевидно, а значит, именно такие переменчивые зимы точно будут в будущем. Так что не зря Таллин планирует ввести существенные изменения в порядок организации борьбы со снегом и льдом. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.